Дмитрий Даль. Волчий отряд. Волчий мир один. Когда клубицу страх кромешный, И тьму пронзает лайп огонь, Благословен любой, Посмевший не задувать в себе огонь. Игорь Губерман. Глава первая. Западня. Пахло жутко. Чем-то гнилым, оцаревшим и присневелым. Сергей Одинцов с трудом разлепил глаза И ничего не увидел. Но вскоре глаза привыкли к сумраку, И он обнаружил, Что находится в каком-то темном, тесном помещении, Шагов десять в длину и столько же в ширину. Нависающий над головой потолок, С которого равномерно капала Холодная ржавая вода, Кирпичная кладка стены, Узкое окно, забранное решеткой. За ним темнота. И деревянные нары, покрытые какой-то дерюгой, А на этих нарах он сам и лежит. Вот так вот конем. К этому он явно не был готов. И как он здесь оказался? Серега приподнялся на локтях и сел на нарах. Бегло осмотр, ничего не дал. Сам вроде цел, хотя все тело болит, Словно предыдущие несколько дней он провел на камнеломне. Рубашка в дырах, штаны грязные. Да, ничего не скажешь, положеница. И где он так успел наприключаться? Попытка вспомнить ни к чему не привела. Кажется, память отшибла начисто. Видно, одним из тех крепких ударов, Чей след остался на рубахе. И впрямь ему удалось разглядеть на плотной ткани Рифленый оттиск чьей-то подошвы. Ничего, память вернется. В свое время. Сейчас надо решить, как отсюда выбраться. Явно каникулы в каземате ничего хорошего не предвещали. Сергей поднялся, добрел до дверной решетки, Вцепился в нее, как утопающий, И попробовал выглянуть наружу. Даже голову попытался протиснуть сквозь прутья. Впрочем, безуспешно. Все, что ему удалось разглядеть, Это темные камеры напротив И слабо шевелящиеся тени внутри них. Теперь стало ясно, что камеры обитаемы. Вдали справа виднелся коридор, Единственное освещенное место. Но-то него далеко, и людей не видно. М-да, не густо. Можно было крикнуть, позвать кого-нибудь из живых, Но чего-то Сергею не хотелось это делать. Ему очень не нравились эти тени в камерах напротив. Мало ли кто там прячется. Может, какие буднюки, А может, и монстры, пожирающие людей заживо, Как в голливудских блокбастерах. В свое время он пересмотрел их в большом количестве. Одинцов вернулся на нары, Забрался с ногами, Обхватил руками коленки, Скрючился и задумался. А в этой позе ему всегда мыслилось лучше всего. Правда, заниматься мыслительным процессом На больную голову Очень сомнительное удовольствие. Но другого выхода не было. Чтобы понять, Как выбраться из этой западни, Надо сначала разобраться, Как он сюда угодил. Посидеть, подумать ему толком не дали. За дверной решеткой послышались тихие шаги. Скорее, и не шаги вовсе, А старческое шарканье. В первую секунду Серега подумал, Что это тени из соседних камер Выбрались на свободу, И теперь ищут, Чем бы можно было поживиться. Каким-нибудь сладким мясом. Че только в голову не придет. В коридоре между камерами Показалась невысокая сгорбленная фигура. Она застыла напротив его номера. Серега тут же почувствовал Чужой изучающий взгляд, И вскоре раздался противный Скрипучий голос. О, очнулся, болезный! Сейчас пошамкать принесу. Фигура еще постояла с минуту, Словно ожидала ответа, А затем исчезла из поля зрения. Одинцов не успел досчитать до двадцати, Как его тюремщик вернулся. Сперва появился сполох света, Пляшущий по стенам и решеткам камер, А затем появился хромоногий человек В кожаной грязной куртке На развязанных шнурках, Кожаных замызганных штанах И сапогах со стоптанными каблуками. Ничего себе рокер на пенсии! Только металлических заклепок На куртке и штанах не хватало. Да какой-нибудь фирменной футболки И банданы с логотипом известной команды Типа Ария или Айрон Мэйден. Ничего этого и в памяти не было. Зато на поясе старичка-хиппаря Висел самый настоящий меч в потертых ножнах. Похоже, его давно не извлекали из ножен. В одной руке старичок сжимал факел, Которым и освещал себе дорогу, А в другой металлическую миску С обещанным ужином. Остановившись напротив Сереги, Хиппи поставил миску на пол И толкнул ее сапогом в камеру. Половина содержимого выплеснулась, А то, что осталось, аппетита не вызывало. В неверном свете факела Сергею удалось отглядеть Мутную густую жидкость, В которой плавали какие-то овощи С полу с грязными следами вокруг. Явно предыдущие обитатели Этой камеры не славились Снайперской меткостью. Склонившись над дырой, Серега изрядно облегчил желудок. По крайней мере, Теперь окружающая вонь уже не так сильно Угнетала его нервную систему И чувствительное обоняние. Эк, тебя болезнный проняло. А вот зря ты так. Мамка Фекла вкусно готовит. Конечно, не как в лесном трактире, Но тоже вполне себе так аппетитно, Проскрепил тюремщик. Серега резко распрямился И бросил на него пристальный злой взгляд. Тюремщик отпрягнул в сторону. Факел дернулся, осветил его лицо. И не такой уж он старый, А вернее, сказать, совсем молодой. Лет двадцать-двадцать пять. Ровесник, стало быть. Только его сильно жизнь покалечила. В палые глаза, Бледный лоб, перекошенное На сторону туловища, Шрам через все лицо И почти лысая голова. Если, конечно, не считать С десяток волосинок, Размазанных по блестящему черепу. Но не это удивило И насторожило Одинцова. А слова тюремщика. Вернее, одно название, Которое больно ударило по нервам. Лесной трактир. Отчего-то это словосочетание Было ему знакомо. И не просто знакомо. С этими словами были связаны Какие-то воспоминания. Ты это, Дергончик, Пошамкаешь, А миску потом в коридор толкни. И смотри мне, Веди себя смирно. А то я вернусь, да не один. Чесун тебя быстро научит Быть паинькой. Тюремщик для убедительности Погрозил кулаком. Развернулся и побрел обратно. Вскоре камера утонула в темноте. Серега вернулся на нары. Принял размышлительную позу И крепко так задумался. Теперь у него появилась зацепка. Еще бы понять, Что с ней делать. — Слышь, мужик, Тать ты, лиходей мне сие неведомо, Да и по барабану. Но если ты жрать не будешь, Может, угостишь горемыку, Раздался тихий просительный голос. Похоже, сегодня все сговорились. Отвлечь Серегу И не дать ему ничего толкового вспомнить. Сергей вновь поднялся с нар И выглянул в коридор. Голос доносился из камеры напротив. Только вот ничего увидеть не получалось. Слишком темно. — Ты кто? — спросил он. И ему ответили. — Это тебя надо спросить. Я-то тут давно сижу. А вот ты новичок. Стало быть, тебе первым Представляться нужно. — Сергей меня зовут. Сергей Одинцов. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...